И это тем более подробно обсудим с Валерием Романенко. Это авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Здравствуйте, Валерий, рад приветствовать. Доброе утро. Ну что ж, давайте о помощи. Очень много новых пакетов военной помощи предоставляется Украине от разных стран. Но я бы хотел услышать ваше экспертное мнение касательно приоритетности военной помощи. Какую вы сейчас видите, какая необходима для нынешних условий в большинстве своем? Это степные бои, равнинные бои. Ну правильно ты вот заметил в последних минутах репортажа, что у нас нет сопровождающей ПВО. Вот что имели ввиду под этим термином? Это системы противовоздушной обороны, которые движутся в боевых порядках наступающих войск. Или в обороне на определенных участках, находятся вблизи линии фронта. Это такие системы, как, например, ТОР, Стрела-10, АКМ. К сожалению, в европейских концепциях противовоздушной обороны такого нет. Таких систем нет. Поэтому мы очень надеемся на те 12 систем, которые нам обещала Германия. Это АРСТ малой дальности. Но пока их нет. А те системы, которые мы получаем, к сожалению, они не обладают. Те же Гепарда, о которых шла речь, и аналогичные артиллерийские системы, они прекрасно себя зарекомендовали в борьбе с крылатыми ракетами и шахедами. Те же Гепарды, по данным спикера наших воздушных сил, сбили более 400 шахедов. То есть оружие исключительно эффективное, но дальность невелика. 3 километра – это сейчас не дальность. Сейчас российские вертолеты наносят удары по нашим бронетанковым частям с расстояния 7-8 километров. Нужно оружие такой дальности. Ну и, естественно, нужно то, что нам сейчас предоставляют в последнем пакете американской помощи и британская помощь. Американская помощь – это ракеты «Харм», бомбы «Джей Дэм». Это планирующие бомбы, которые летят на 70-80 километров от линии фронта, вглубь. Ну а британские «Шторм Шэдо» – это вообще прелесть, это то оружие, о необходимости которого столько мы говорили, скажем так. Если говорить непосредственно о той помощи, которая предоставляется сейчас, кроме, напомню, что Литва передает помощь также в виде НЭСМС, две системы противовоздушной обороны, и Литва также передает 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы к ним. Насколько сейчас необходимо Украине большое количество именно бронетранспортеров? Насколько я понимаю, вот эти бронетранспортеры М113 – это такой себе улучшенный аналог стандартных советских БМП, которые необходимы для дальнейшего наступления и деоккупации земель. К сожалению, это не улучшенный аналог, это то, что называется «ничего общего». Я прошу прощения, я понимаю, что вы не эксперты и, в общем-то… Да-да-да, я поэтому ваше мнение уточняю, потому что складывается ощущение, что это так, а вы, пожалуйста, разложите все по полочкам. Да, понимаете, боевая машина пехоты – это то средство, на котором пехота может вести бой, не выходя из машин. То есть она вооружена, она, значит, там имеется амбразуры для стрельбы, пехоты с ходу, да, эта боевая машина имеет там собственную артиллерийскую установку, там, пусковые для противотанковых ракет или ПЗРК, да. М-113 – это чистый бронетранспортер. В нем даже нет отверстий в бортах для стрельбы из личного оружия. Его задача – доставить пехоту к переднему краю и создать условия для ее высадки. То есть прикрыть собственным корпусом, потому что из М-113 высадка пехоты, там откидывается задняя парель, и они выскакивают, и машина бортом там или как-то, ну, частью корпуса способна прикрыть ее, пока она не заляжет и не развернется. Вот как-то так. Но все равно это машины крайне необходимы, потому что обстрел наступающих войск ведется из всех видов оружия. Это начиная от артиллерии, которая за 30 километров может вглубь линии, ну, вглубь нашей территории может обстреливать, и до минометов, которые стреляют там до 6-8 километров, и пулеметный огонь, гранатометы, в общем-то. Да, пехоту желательно доставить к исходным позициям для атаки без потерь. Говорить непосредственно, опять же, возвращаясь к воздушной помощи, и о самолетах F-16. Мы уже с вами в эфире ранее говорили об этом, что да, это необходимо, да, это очень важно, но почему и подходит ли F-16, во-первых, для украинских реалий? Потому что я читал о том, что не каждый самолет, и ему подходит далеко не каждая взлетная полоса, и тут более приоритетны другие самолеты. Вот объясните, пожалуйста, для наших сегодняшних реалий, по вашему мнению, насколько подходят F-16, либо же какие еще существуют аналоги? Ну, F-16 не самый лучший самолет для наших аэродромов, скажем прямо, у него довольно нежное шасси, вот, и колеса, в особенности носовое колесо малого диаметра. А у нас аэродромы стыковые, ну, вы представляете, что будет с колесом на стыке. Вот, нам больше подходил бы F-18, который предлагала та же Австралия, вот, которая упоминалась неоднократно в предыдущем репортаже. Вот, но F-16 чем хорош? Все страны, которые, с которыми Украина граничит, это, ну, почти все страны, скажем так, Румыния, это F-16, Польша, прежде всего, да, это F-16. Словакия сейчас перевооружается на F-16, Болгария перевооружается на F-16, вот, то есть мы будем иметь крепкий тыл в отношении F-16. Кроме того, этот самолет можно использовать, во-первых, с взлетно-посадочных полос международных аэропортов, они бестыковые, асфальтированные, а у нас таких, ну, в каждой области, как минимум, один имеется. Вот, кроме того, если подвесить половинную нагрузку под этот самолет, ну, чуть более половины, 60%, то эта проблема тоже в значительной мере снижается. То есть использовать их можно будет, ну, буквально, значит, сразу можно начать использовать и постепенно подготовить взлетно-посадочные полосы наших аэродромов для полноценного их использования. Вот, а если мы получим эти самолеты, вот, как говорит министр обороны Резников, к началу года, у нас есть резерв времени и для подготовки аэродромов, и, кроме того, мы их получим в начале в варианте истребителя ПВО, а этого достаточно, это как раз та самая половинная нагрузка. Реалистично настроить процедуру создания собственных самолетов, либо хотя бы частичной сборки самолетов на территории Украины? Это только в послевоенное время. Сейчас все это крайне опасно. Сейчас Россия наносит удары даже по нашим авиаремонтным заводам. Вот, к сожалению, практически все, без исключения авиаремонтные заводы, подвергались ударам. Вот, это Локхид Мартин предлагает, вот, как только у нас, как только мы выбросим Россию из наших территорий, выйдем границы 91-го года. Вот, и война, собственно, на этом прекратится. Вот, ну, возможно, будут какие-то там локальные обстрелы, но я не думаю, что Россия, получив такое мощное военное поражение, попытается продолжать войну. Это будет бессмысленно. Вот, после этого Локхид Мартин уже выступил, вот, один из менеджеров Локхид Мартин выступил перед началом парижского авиацалона, Ле Бурже. С заявлением о том, что концерн готов создавать площадку для высококачественного обслуживания и, возможно, ну, короче, готов зайти на нашу территорию. Какого уровня это будет, или это будет высококачественное обслуживание, или это будет авиаремонтный завод, либо, как в Бельгии, это будет авиасборочное предприятие. Причем часть элементов конструкции самолета будут изготавливаться в Украине, потому что мы имеем два мощных авиастроительных завода. Вот, то есть пока это решение не детализировано, но перспективы уже есть. Ведущий производитель, мировой производитель, потому что Локхид Мартин – это самое крупное в мире концерн, производящий вооружение. По результатам прошлого года 67 миллиардов долларов чистого дохода. То есть это топ-1. И он готов заходить в Украину и разворачивать здесь свои производственные мощности. То есть перспективы у нас хорошие. Кроме того, в соседних странах разворачивается целая серия учебных центров для подготовки летного состава. И я думаю, что мы сможем нарастить наши воздушные силы и поддерживать после войны их в надлежащем уровне буквально в ближайшее время. Ну и в свою очередь также, если продолжать тему касательно предоставления военной помощи от партнеров, США в свою очередь объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Пентагона. Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ну и также противотанковые ракеты. Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Striker. Также отмечу, что пакет будет финансироваться через программу президентскую в США, которая позволяет президенту США в свою очередь передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Это уже 41-й пакет военной помощи, одобренный США для помощи Украине после российского полномасштабного вторжения. А общий объем американской военной помощи Киеву составляет уже более 40 миллиардов долларов. И тут у меня вопрос следующий, знаете, к вам, наверное, не как к авиаэксперту, а как к человеку, который также наблюдает за новостями, наблюдает за ситуацией на поле боя. Как вы считаете, вот эта война, не побоюсь этого слова, на истощение, в то время, когда Российская Федерация продолжает терроризировать всю Украину, нанося ракетные удары и в глубокий тыл Украины, Хмельницкий, Львов, Львовская область, и одновременно введя активные боевые действия на фронтах, и южное, и восточное направления. Как вы считаете, в этой войне на истощение Российская Федерация терпит поражение? Ну, сказать сразу, что она терпит поражение, нет, но война на истощение – это такой экспоненциальный процесс. Он постепенно должен затухать. Что мы видим сейчас? Какие шансы России выиграть в войне на истощение? По результатам 2021 года, кажется, да, Россия занимала 8-9 место по разным параметрам. Там баловой национальный продукт и другие параметры – 8-9 место. Так вот, сейчас, если откинуть Китай, предыдущие 6 ведущих мировых держав поддерживают Украину и снабжают ее вооружением. Ну, сами понимаете, несопоставимый потенциал. Кроме того, мы получаем самое современное вооружение. Вот, ну, образцы, во всяком случае, значит, вооружения противовоздушной обороны. Да, у нас много современных систем, которых в России, скажем так, аналогов нет. Вот. Поэтому шансы у нас достаточно велики выиграть эту войну. Вот. И Россия сейчас, если в 22-м году санкции практически не работали по поставкам радиоэлектронных комплектующих, то сейчас пути снабжения российской оборонки высокотехнологической продукции фактически пресекаются, прерываются. Вот. И в самое ближайшее время Россия ощутит нехватку системы, нехватку, так сказать, ракет, нехватку системы радиоэлектронной борьбы, различных радиоэлектронных изделий. И это будет видно. То есть начнется война уже не на истощение, а на избиение. Ну, вот как это было в Ираке и, ну, вот в других странах, когда встречались несопоставимые по своим возможностям вооруженные силы. И на завершение также, а уточните, пожалуйста, вот те проекты, в свою очередь, завода «Антонов», ранее до полномасштабного вторжения, те проекты, самолеты, там больше были не военные самолеты, а самолеты для транспортировки той или иной военной техники, эти проекты еще имеют смысл на реализацию уже после войны? Либо же эта война, она повысила ставки качества, производительности и современности? Ну, к сожалению, эти самолеты сейчас активно служат в воздушно-космических силах России. Вся деятельность «Антонова», в общем-то, ну, в значительной мере была направлена на Россию, и российские воздушно-космические силы активно используют эти самолеты для перевозок личного состава. К сожалению, мы эти самолеты не используем, и потенциала для производства этой техники, ну, я не вижу. Возможно, мы будем производить «Ан-178», это военно-транспортный самолет, но я думаю, что в том количестве экспортный потенциал этой машины невелик. Вот, и я думаю, что нам придется идти другим путем. Нам придется идти путем глубокой кооперации с ведущими мировыми производителями авиационной техники и начинать с того, что производить какие-то компоненты. Ну, в принципе, все постсоветские страны начинали именно с этого. Я вам очень благодарен за то, что вы нашли время, приселились к нашему эфиру. Буду рад вас видеть снова. Я напомню, что Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, был с нами на прямой связи.